Разрезание треугольника и соответственно четырехугольника на треугольнике. Представьте себе, что у меня есть четырехугольник. Попытаюсь разрезать его на треугольнике. Разрезан? Разрезан. Заметьте пожалуйста, у этих двух есть общая сторона. У этих двух есть общая сторона. Есть треугольники, у которых ровно две общие решения. Зашло, наверное, плохо резко. Давайте возьму треугольник и проведу следующий образ. И проведу окон вот так. Получил я конструкцию, в которой никакие два из этих треугольников не имеют общей стороны. Так вот, господа. Оказывается, никто никогда не нарисует такую картину для выпуклого четырехугольника или для пятиугольника и так далее. Если вы многоугольник разрезали на треугольник, и при этом количество вершин этого треугольника больше трех, то обязательно найдутся два треугольничка, у которых есть общая сторона. Много лет назад, на летние треугольники других городов, дали эту задачу, при том, что до этого она была обвлекована в задачнике кванта. Никто решения в задачнике кванта не ходил. Количество вершин нашего многоугольника я обозначу буквой Н. Н вершин исходного многоугольника. Дальше. Вот количество таких точек я обозначу буквой А. Это точки, которые лежат на границе исходного многоугольника и не лежат внутри. Это будет количество точек, которые лежат внутри нашего многоугольника, то есть это не точки типа А, но обладают следующим свойством. Ну, как сказать, вот с одной стороны другой треугольник, а здесь одна или больше, один отрезок или больше. Вот количество таких точек я обозначу. Понятно? Ну и наконец, вот такие точки, из которых во все стороны идут, давайте их количество обозначим в цель. Сначала мы пройдем по периметру нашей фигуры и от каждой точки поставим вихляющуюся линию на стороне, которая от нее против часовой стрелки. От этой точки поставим сюда, от этой точки поставим сюда, от этой точки поставим сюда, от этой точки поставим сюда. Так мы обойдем весь периметр, и при этом, ну как, понятно, что у нас будет всего Н плюс А отрезок. Дальше. Когда у нас есть какая-нибудь точка типа В, которая расположена на стороне другого треугольника, давайте договоримся делать следующее. От этой точки поставим такую векляющуюся штуку налево и направо, а также вдоль всей стороны этого треугольника. И, пожалуйста, послушайте внимательно, что произошло. Некоторое правило, по которым возникают такие вот цветные или какие угодно полосы на сторонах. Но, господа, понимаете ли вы, что на самом деле любую сторону я тем самым пометил? Давайте вдуматься, какие в принципе бывают и стороны. Бывают стороны на перейдке, на границе. Я потратил на это N плюс A отрезочков, но я их все пометил. Бывают где-то какие-то отрезки внутри. Но я считаю, что треугольникам запрещено примыкать в точность стороной. Вот такая картинка совершенно запрещена. А значит, картинка выглядит примерно так. Или как-нибудь так. Или, может быть, еще сложнее. Может быть, много этих треугольников. Здесь и здесь вот идет, да? Пожалуйста. Но, ребята, смотрите. Когда я брал эту точку, она была типа B. Я пометил эту сторону, и я пометил, что я пометил? Я пометил вот эту сторону, и если там шла, туда идущая. Когда я брал здесь точку, я пометил вот эту вот сторону треугольника и идущую ее лево-вправо. Давайте я еще раз произнесу четко фразу. Когда внутри нашей конструкции есть точка, которая давала в сумму углов вклад 180 градусов, то я помечаю в сторону треугольника, для которой она является внутренней точкой. И также я помечаю... Что я еще помечаю? Я помечаю идущие от нее две стороны треугольника. Помечены все стороны всех треугольников, какие есть на этом треугольнике. Как может возникнуть, что какой-то отрезок вообще остался не помечен? Чтобы он был не помечен, на нем не должно быть ни одной точки, правильно? Потому что если на нем есть точка, внутри него есть точка, то она точка типа B, и значит, мы тогда этот отрезок пометим. Но если на нем внутри нет ни одной точки, и он у нас не помеченный, то это означает, поскольку у нас не было точного совпадения сторон, что он является частью какой-то другой стороны. А тогда вот эта точка типа B, ну или эта, или обе сказки. Идея, понятно? Замечательно. У Т треугольников сколько всего сторон? Господа, 3Т, правда? У каждого треугольника три стороны. Значит, сторон треугольников 3Т. Мы обозначили буквой Т количество треугольников. Сколько я сейчас всего сделал пометку? Ну, как сколько? Я сделал N плюс А, когда обходил периметр. И еще 3В. А давайте подсчитаем сумму углов. У многоугольника сумма углов это 180 градусов умножить на N минус 2. Кроме этого, 180 умножить на что? На А. Кроме этого, 180 умножить на В. И 360 умножить на С. Это понятно? А с другой стороны, у каждого треугольника 180 градусов. Разделим это на 180. Получим призабавную штуку, господа. N минус 2 плюс А плюс В плюс 2С. Это D. Что мы теперь делаем? Мы теперь вот это умножаем на 3 и пишем в то неравенство. Рассказываю. 3Н минус 6 плюс 3А плюс 3Б плюс 6С. Меньше или равно N плюс А плюс 3Б. 3Б зачеркиваю, N переношу сюда, получаю 2Н минус 6. Дальше здесь что у меня будет? Плюс 2А плюс 6С меньше или равно 0. Ребята, А и С числа неотрицательные. 2Н меньше или равно 6Н меньше или равно 0. Это ваша формула Эйлера. От нее только хуже. Разве нет? Она не позволяла нам решить задачу. Мы мучились, считали какие-то рёбки, описали неравенство, что ничего не получалось. А между тем, простой подсчёт. Абсолютно не всё решает. Продолжение следует...